Мы настолько привыкли к соли, что есть ощущение, будто она была на столах всегда. Изначально соль использовалась как консервант еще в те времена, когда и слова-то такого не было. Ведь она помогает сохранить продукты, в том числе и мясо. И этим с успехом пользовались еще древние люди. Кто первым раз пробовал соль как усилитель вкуса, доподлинно неизвестно. Но есть мнение, что именно с тех пор питание стало более вкусным, но при этом более опасным. Так как же сохранить баланс веществ в организме, не отказываясь от вкусненького и при этом не навредив себе? Поговорим об этом со специалистом. У нас в гостях кардиолог, профессор, доктор медицинских наук, заслуженный врач России Владимир Подхомутников. Владимир Матвеевич, доброе утро. Доброе утро. Расскажите, какие же были традиции питания в древние времена? В древние времена все наши предки в основном питались растительной пищей. А растительная пища в тот период была очень богата калием. В то время натрия было очень мало. И вы даже знаете, что в истории были солевые войны именно из-за натрия. Да, да, да. И натрий действительно использовался для различных целей. И когда появился натрий, организм, натрий, так как его было мало, он его постоянно сохранял. Расскажите, а как вообще изменилось питание за последние сто лет? Кардинально изменилось и как раз в сторону избыточного потребления натрия. Вы все прекрасно понимаете, что в последнее время очень много используется различных консервантов в виде глутамат, натрия, нитрат, натрия, нитрит, натрия, бензоат, натрия. Это все натрий. В норме для нашего организма в сутки нужно 4-6 грамм натрия. А вот со всем этим организм человека получает 12, а иногда и 18, а иногда и 24 грамма натрия. Это очень много. Передозировка, да? Кроме того, современная растительная пища, она обеднена калием. И вот возникает такой дисбаланс между натрием и калием. А какие последствия могут быть у дисбаланса калия и натрия для нашего организма? Это последствия катастрофические. И чем связана эта катастрофа? Вот для того, чтобы наш организм жил, нужно, чтобы хорошо и качественно жила наша клетка. А клетке нужно кислород, вода и питательные вещества. Так вот, так природа создала в нашем организме механизм поступления питательных веществ в виде калий-натриевого насоса. Натрий содержится вне клетки, калий – внутри клетки. И это соотношение должно быть три-двум. Три части натрия и две части калия. Если это соотношение выдержано, тогда всё нормально. В настоящее время возникает парадоксальная ситуация. Очень много натрия и меньше калия. И нарушается это соотношение. Так как же восстановить баланс? Восстановить баланс нужно и обязательно нужно. Для этого нужно в рационе использовать продукты, содержащие калий. То есть можно сказать, переходи на растительную пищу и, пожалуйста, но, чтобы восполнить, это нужно горы этой растительной пищи, это нереально. Современная медицина, современная наука создала огромное количество различных продуктов, которые содержат калий. Ну, в частности, Коралловый клуб совместно с немецкими учёными и производителями создали такой продукт, где содержится калий. Причём особенность этого продукта заключается в том, что там 420 мг калия, но этот калий вместе с карбиновой кислотой, витамином С. Витамин С выполняет роль транспорта. И рибоза. А рибоза выполняет роль того энергетика, который доставляет всё это в клетку. И вот этот продукт, он поступает прямо в клетку. Он представлен в виде шипучих таблеток. Вот эти шипучие таблетки, они обеспечивают хорошую биодоступность и поступление всего необходимого в клетку, в частности, калия, и выведение из организма отработанных продуктов жизнедеятельности. Ну что ж, спасибо вам большое за интересный разговор и хорошего вам дня. Благодарю. И вам тоже хорошего дня.